Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Dark Souls. Как вы видите, у меня 13 тысяч душ и... Давайте посмотрим уровень 43 силы, я поднял до 46. В принципе, еще 4 силы докинуть, и я могу пользоваться тем топором, которым, в принципе, я думаю, что буду проходить всю игру с которым. Но мне нужно будет еще много-много кинуть очков в выносливость, ну и было бы, конечно, здорово в здоровье, но это уже как получится. Хорошо, в принципе, я тут нафармился, да, это не так много времени заняло, но дальнейший фарм уже бессмысленен, потому что, в принципе, с этих трех монстров, которых мы убиваем, с трех... ну да, в принципе, монстров, а не там один призрак, ну, короче, с трех чуваков, этих которых мы убиваем, мы получаем с каждого по 2000 душ, то есть, из того, 6000 душ. То есть, в принципе, теперь, чтобы мне поднять один уровень, мне уже надо, по-моему, больше 10. А иногда эти ребята не хотят так собираться, как надо, и падать в яму, то есть, ну, это иногда затягивается очень надолго. Ну, это уже неинтересный способ, то есть, на данном этапе, я думаю. Ну, если вдруг что-нибудь надо будет, да, то мы... то мы вернемся и пофармим, тут уже проблем никаких нету. А вот тут было написано, что нужна человечность, но я так и не понял, зачем. Ну, ладно, не суть, наверное, важно. Окей. Нет, выпало, выпало что-то с него таким. Я думаю, ничего не выпадет. Вот эти штучки нам тоже нужны, их тоже можно, в принципе, фармить, но можно купить. Души фармят спорно проще, купить их несложно. Они нужны, все какие-то цветы, которые выпадают из этих мобов, нужны для снятия отравления и кровотечения. Вот с проклятиями, конечно, немножко сложнее. Так, удачи. Окей. А еще мне сказали ребята, что вот здесь вот за кузнецом есть сундук. Но я что-то не наблюдаю здесь сундука, а махать мечом здесь я как-то не хочу, потому что мне дорого обойдется покупка хорошего отношения у кузнеца. Если мы его ударим, случайно у нас нападет. Так, давай мне, знаешь что, пожалуйста... Купим-ка мы, купим-ка мы вот эти вот штуки все. Так, доспешный ящик у кузнеца, да, да, для починки. Все вот это возьмем, это нам все пригодится. Стрелы. Нет, тут ничего нету больше интересного, что можно было бы купить. Цестус это, по-моему, для... Ближнего боя, нет, все, больше ничего интересного я покупать не хочу. Улучшать сейчас тоже ничего не хочу. Берегись, кузнец, берегись, смерть. Боже мой, что же делать? Давайте мы здесь сохранимся, скажем так. Теперь у меня появилась куча новых менюшек. Я могу сразу усиливать оружие здесь, усиливать броню, починить снаряжение, например, могу. Все это, все это здорово. А теперь у меня мало душ на самом деле. Так, еще мне посоветовали разжечь костер, разжечь, разжечь. Потому что он нам понадобится, когда мы пойдем вот в ту сторону. В принципе, идея хорошая. Давайте мы посмотрим, что у нас там. Возьмем в руку. Наверное, даже мы не возьмем в руку, мы просто используем человечность. Две нам надо человечности использовать. Так, лунные бабочки, человечность. Двойная. Давайте мы сразу двойную используем. Теперь обращаем опустошение, то есть принимаем человеческую форму. А теперь можем возжечь костер. Да. И теперь у нас будет 10 фляг с эстусом. Отлично. Хорошо. Все, здесь мы можем выйти. Теперь нам теснина. Наверное, в плане того, что тесно, да? Ну ладно, и суть. Теперь мы возвращаемся в центр, центр нашей карты, центр нашей вселенной, в храм огня. По-моему, он так называется. Я уже немного подзабыл даже. Здесь мы просто пробегаем. С них там копейки опыта идут. Нам просто в этот лифт быстренько забежать. И дело в шляпе. Так, на кнопочку нажать. Все, поехали. Тут еще можно попрыгать. Спрыгнуть вот здесь вот заранее. Вот здесь вот, например, где-нибудь вот сюда, на эту вот платформочку. Ну и там попрыгать, пособирать разные штыки. И плюс еще будет там ключ, ключ, ключ. Ключ, в общем, будет один. И возможность вернуться в начальную локацию, в нашу стартовую. Но мы туда вернемся попозже немного, когда будем неимоверно круты, наверное. Так, давайте я хочу... Я буду учить. Да, привет, научи меня заклинаниям. И я хочу купить лечение. Лечение. Да, за 4 тысячи душ. Поиск помощи... Наверное... Даже и не стоит оно того. 2 тысячи душ, чтобы тратить. А теперь мне нужен талисман. Да. Этим талисманом я не могу пользоваться. Ага, потому что нужно 10 веры. А и на этот талисман нужно 10 веры. А у меня нету 10 веры. Что мне делать? А, этим талисманом я не могу пользоваться, потому что, наверное, 5 тысяч душ надо. Ну, давайте мы... Сколько у меня веры? Это, наверное, без разницы, сколько у меня веры. Я, по идее, долг... Ага, у меня один был. Я не заметил. Я один где-то выбил, видимо. Ну, ладно. Поиск помощи. Лучше я потом возвращение. Куплю 8 тысяч. Да, обязательно я приду к тебе. Хорошо. И еще мне, ребята, писали... Меню жестов. Меню жестов, да. Ребята еще писали мне, что нужно спуститься. Можно спуститься. И там у нас в клетке сидит хранительница огня. И она улучшает флягу нашу с эстасом. Если... Да? Поговорить? Нет ответа. Она не может говорить. Она... Она не говорит. Нет, все нормально. Усилить флягу с эстасом. Да, да, да. Хорошо. Требуется душ хранительницы огня. А вот этот вот товарищ... Товарищ, который нам вовсе не товарищ, которого мы освободили... Ааа, я тебе рекомендую. Медаль света. Я благодарен за вас за свободу. Ааа, что удивление. Я не ожидал, что ты сделала. О, кто-то уехал на пыль. Погоди. Это ты? Ты никогда не уйдешь, да? Я не знаю, как ты это делаешь. Ну, ну, не остановись сейчас. Только один еще. Но это будет быть смерть. Смирение. Ха-ха-ха-ха. Да. Это будет самоубийство. Мы прочитаем сообщение. Смирение. Понятно. Так. Теперь. Куда мы можем пойти теперь? Во-первых... Давайте попробуем быстренько пробежаться вот здесь вот наверх. Да, нас могут убить. Мы потеряем эту человечность, одну несчастную, которую мы сейчас заюзали. Но я думаю, это не страшно совершенно. Так, вот сейчас пробегаем. Отлично. Отлично. Хорошо, пробежали. Теперь. Вот эти ворота для нас так и остались закрытыми пока что, да? Они открываться будут с другой стороны, похоже. Ну, как написано. Теперь мы вернемся немножечко... в центр этой крепости. Ой. Пропустил удар. О. Очень нормально. Так. Нет. Что-то я... куда-то бью не в ту сторону. Так. Ну, тут придется со всеми повоевать. Кстати, по-моему, вот этот вот, да, он бросает ломбой. Сейчас меня здесь еще убьют. Да нет, тут не смешно совсем. Так, а кто тут бежит? С какой стороны? Кто, кто, кто посмел сюда бежать? Вроде никого нет. Давайте уйдем бутылочку на всякий случай, без разницы. Так. И теперь бежим. Да, вот сюда. Во-первых, нужно зайти... Ой-ой. Так, все-все-все, хватит. Хватит. Получил по морде, хватит. Отступай. Отступай. Давай сначала лучника. И теперь всех остальных. Отлично. Молодцы. Так, давайте мы теперь сохранимся вот здесь. Можно, в принципе, сходить посмотреть, чего мы там еще можем купить. У того вот кузнеца. Тьфу, не кузнеца, а у того торговца. Отлично. Ну-ка, пойдет. И я бы хотел убить в этой серии еще одного. Он не босс, он мини-босс, скорее всего. Или босс, я даже не знаю. Кто здесь боссы, кто мини-боссы. Все, кто толще обычных скелетов, они боссы. Так, давайте. Так, сразу. С интенсивной атаки начнем. Сейчас у нас насленность откатает. Отлично, все. Справились. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь еще один товарищ вот здесь вот, за углом. Дальше. Троговец. Троговец. Давайте мы у него... Оу. Мы все равно держим все марбелы. Тогда пойдем. Почему бы мне не побыть транжирой? Давайте потранжирим. Во-первых, надо купить мелок. Надо было его сразу купить. Теперь. Что мне нужно, что мне нужно? Ага, тут мне больше ничего не нужно. Бездонную шкатулку нужно купить, по-любому. Это позволит нам сбрасывать ненужные вещи. Тут, естественно, ничего нет интересного. По большому счету. Болты. Болты. Тоже обычные болты. Где мне купить ядовитые болты? Я так и не придумал. Так, кольчуга. Ну, тут тоже ничего интересного нету. А, окей. Окей. У меня шмотки мы их покупать не станем. Мне моих пока что хватит. Моего этого балахона. Так. А еще, что я хотел. Во-первых, это записать лечение. Я его-то положить положил. А, кстати, давайте мы послепим. Сейчас надо все равно записать это заклинание. Давайте это сделаем так. Сменить заклинание. У нас есть один пустой слотик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не досмотрел. Я думал, можно использовать все это дело когда угодно. Он как огненный шар. На него не нужны никакие параметры. Его можно использовать, когда захочется. Это печально. Это очень печально. Ладно. Так. Теперь надо подумать, как нам добраться до того босса. Кстати, подождите. Во-первых... Или нет? Или да? Давайте сейчас посмотрим. По-моему, у нас ворота эти вот открылись. Так. Отлично. Двести его пропустили. Один. Ну ничего. Это мелочи. Все. Тут больше никто на мелочи. Ух, по идее, да? Сагрился. Сейчас мы быстренько вламываемся. И с разбегу... И так, хача. Туда их сразу пойдет. А, нет. Бежит гадина за нами. Отлично. Следующий. Хорошо. Что-то выпало. Длинный мечик. Так. Вот эти ворота откроются. Ага. Они с другой стороны открываются. Хорошо. Как же нам тогда... Неужели с этой стороны придется... Нет, не придется с этой стороны бежать. Ну ладно, раз мы... Нет. Не хочу. С этой стороны. Берегись сзади. Да, там в комнате еще враги есть. Но я пойду, наверное, все-таки другим путем. У нас здесь осталось неоткрытое место. Давайте мы попробуем убить там босса, который защищает это место. Которое мы еще не открыли. Это будет тяжелый бой. Но, в принципе, если все делать по тактике, то не такой уж тяжелый. Нам нужно выбраться наверх. Тут уже дракона никакого нет. Туда мы всех поубивали. Остались парочка скелетов. Но мы, я думаю, пробежим быстренько. Так, как-нибудь вот так. Отлично. Сохранимся вот на этом костерке. Оп. Отключили удар в спину. Так, ну что же это такое? Отлично, все. Теперь нам нужно вот как раз на другую сторону моста пройти. Так, хорошо. Хорошо. Бежим зигзагами, чтобы по нам не попали. Поворачиваемся от всех этих скелетов. Убивать их совершенно не нужно тут. Да и бессмысленно абсолютно. Так, так, так. Смотрим. По-моему, вот эта дверь должна. Да. Эта дверь открылась. Так, куда она нас приведет? По-моему, давайте мы откроем сразу двери. Снизу. Как у меня джойстик вибрирует. Может выключить это вибро? А то она меня пугает иногда. Так. Где это мы? Да, все правильно. Аааа. Ээээ. Каланча впереди. Каланча. Кратчайший путь впереди. Не избежать кратчайший путь. Да, у нас... Здесь вот будет как раз кратчайший путь. Привет, ребята. Но нам сюда не надо. Мы главные ворота открыли этим. И все. Теперь будем... Это у нас нижний-нижний город, по-моему. Нижний-нижний. Совсем такой нижний город. По-моему, называется. И тут... Тут... Иногда очень-очень тяжело бывает. Сколько я здесь умирал. Вот это вот... С этого места начались просто жуткие смерти. Ну, дальше они еще в жуткие... Жучее пошли. Ну, до того места еще добираться надо. Да, вот вон Аннар Лонда там. Ох, там жестко. Да, и до него там тоже... Ну, короче, ладно. Не важно, что там. Важно то, что нам сейчас нужно... Так, наверх. Снова наверх. Правильно? Теперь... Ну, да. Вот туда. К этому боссу, конечно, бегать придется каждый раз очень долго. Ну, сравнительно долго. В принципе, убивать нам никого не надо. Да, просто бежи, беги себе и все. Не парься. Так. И я уже не помню четкую тактику на этого босса. Он в самом низу там нас ждет. Тот четкую тактику я не помню. Но помню, что просто нужно не давать себя ударить и все будет нормально. Так. 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 Сюда. Потому что там он очень сильно бьет, да? Давайте почитаем, что там пишет. О, тихо. Любая. Гадим. Так. Еще один длинный меч. Что там все-таки пишет? Бей удар в спину. Да, тут вся, весь прикол именно в бэкстабах по-другому. Очень сложно убить этого босса будет. Давайте я выпью бутылку. Все равно, если он меня один раз ударит, мне кажется, он снимет мне все жизни. Бей смелость. Получилось. Еще не получилось. У тебя получилось. Я херен за вас, ребята. Что у вас получилось? А меня ждут сейчас, наверное, часы негодования. И ныне, да, он даже слышит нас вот так вот сразу. А с этого чувака падает классное кольцо. Очень классное кольцо. Так. Хорошо. Отходим. Заходим сзади. В принципе, начало неплохое. Но я же говорю, главное не дать ему себя ударить. Потому что это на один удар я ему. Так. Туда. Ох, он так вот хитро делает еще иногда. Теперь давайте мы спустимся. Не вниз, гавами спустимся. И пока он там махает дубиной, выпьем, выпьем немножечко. Выпьем. Еще раз, наверное, даже выпьем. Так, так, так. Хорошо. Спускаемся, спускаемся. Там тоже такая же круглая площадочка. Продавла формочка. Которая, в принципе, удобно драться. Ну, может, даже потеряем эти души несчастные наши. Ну, что с тобой? Так. Не попал по мне, да? Типа как? Так, хорошо. А теперь нужно быстренько как-то к нему за спину. Так, за спину, за спину. Давай, отлично. Он у нас вполне хорошо бэкстабится. Нету такого, что бэкстаб не попал. Нет, нет, нет. Назад, назад, назад. Назад. Опа. Подуловили. Подуловили. Сразу отходим. Не геройствовать. Тут это нам этого не стоит. Ни к чему эти геройства хорошему не приведут. Потанцуем. Хавл. Отступай. Нет. Вот, увлекся. Влекся и все. Потерпел поражение. А так все хорошо начиналось ведь, а? Вот, я к нему уже вернулся. Давайте я снова выпью бутылочку опять же, чтобы полные жизни были, потому что не всегда он ваншотит. Иногда бывает, можно пропустить ударчик. Так. Я, наверное, даже не буду. Хотя, нам-то ничего не стоит взять и забрать. Брать жизни, да? Так. Привет, дружок. Все. Продолжаем танцевать, пожалуй. И бэкстап тебе сразу. Отлично. Все. Больше геройствовать я не стану. Теперь мы просто танцуем с тобой, дружок. Оп. Потанцевали. Надо же было прям в него прыгнуть. Итак, попытка номер три. Давайте мы спустимся. Все-таки заберем опять же души. Окей. И идем. Ай-яй-яй. Так, стоп-стоп-стоп. Я хотел еще попробовать. Может быть взять. А, хотя нет. Не получится. Не получится все, что я хотел. Все равно не получится. Ладно, не важно. Что я хотел. Давайте мы... Ай-яй-яй. Так, сблочили удар. Хорошо. Теперь, теперь давай, давай. Нет, нет, нет. Супо, не варей. Молодец. Хороший мальчик. А, хорошо. Так. Давай. Кружимся. Крутимся. Вертимся. Давай, 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 давай. Не успел. 30. 30 урона наносится. Обычным ударом. Так, давай. Отлично. Стоп-стопик. Первый всадили. Хорошо начали, в принципе. В принципе, так. Хорошо. Эй, давай, давай. Пока не надоест. И еще раз всадили. В принципе, он очень, очень хорошо бэкстабится. Даже не нужно прям вообще так поступить. Нет, нет, нет. Баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба! так очередная попыточка сейчас мы тоже спустимся опять же заберем души выпьем бутылочку и снова в строй и снова дэкстаб не вышел не вышел когда он бьет с двуручника то это кранты опа как он сделал а хитрый очередная попытка души я забираю в принципе пока нормально без проблем если выманивать его сюда на верхний этажик попробуем с ним таки поиграться так хавл давай let the game begin отлично и нет 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 сразу сразу отступай не получилось сделать бэкстаб сразу отступаем отлично давай потанцуем потанцевали как-то не очень удачно я бы сказал так хорошо не получилось отходим отходим возвращаемся на исходную позицию в принципе наш щит сейчас блокирует полный урон даже от двуручника но тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо но на щит я бы не стал так сильно надеяться отлично бэкстаб зарядили хотя в принципе почему бы не рассчитывать на щит если все время его зажатым держать давай бэкстаб что ты делаешь смешнюка отлично и бэкстаб как раз это мне и было нужно так еще один бэкстаб ну в принципе со следующего бэкстаба по идее он должен умереть так 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 хорошо уходим уходим и заряжаем да нет еще не умерла ладно о вот наконец-то наконец-то я его убил фух да планирую я ходить в его доспехах я думаю у него довольно таки хорошие доспешки и с этим колечком естественно потому что выносливости не напасешься на тяжелые доспехи так кольцо хавала увеличивает количество переносимого снаряжения давайте вот так вот сделаем да без кольца я ношу 55 веса да могу переносить с кольцом целых 82 то есть теперь я могу одеть уже в принципе спокойно сейчас мы посмотрим спокойно или нет вот эти доспехи элитного рыцаря которые очень хорошо увеличивают защиту от физического удара но рваные на ручки на ручье элитного рыцаря так в принципе нормально элитного о как раз должно быть у нас меньше половины загруженности тогда в принципе персонаж такой довольно подвижный идет в принципе пувыркается и все 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 классно вот теперь мы в этих доспешках и будем ходить очень хорошие доспехи но единственное что не знаю зачем я бутылку купила я хотел открыть параметры единственное что по моему защита от магии у них довольно слабенькая да давайте сейчас сравним сопротивление кровотечению кстати это тоже нужно учитывать и все остальное да защита от магии довольно довольно таки низкая но посмотрим посмотрим как как получится так а еще интересно хватит ли у меня сил на и наверное не хватит у меня силу да у меня всего лишь 4 загруженности осталось не хватит потянуть топор да и в принципе у него урон все-таки слабее чем у меня же есть демонический топор до который мы выбили с какого-то там демона не знаю с какого вот это вот демоническая ситира но у него урон слабенький хоть и огромный бонус идеальнейший бонус от силы которого у меня тоже довольно много как раз вот под топор и это взял но в целом урон меньше чем у этого меча получается ну и удар медленнее идет поэтому даже не знаю хорошо мы от убили этого босса и по моему мы теперь можем пройти через вот эту вот дверку если если можем посмотрим да есть у нас ключ от подвала сторожевой башни теперь у нас есть еще один путь куда-то вот в озеро темных корней но тут пока что нам нет ничего интересного совершенно здесь есть один по моему рыцарь до черный или даже белый рыцарь светлый такой не знаю как он называется правильно вот здесь есть гидра босс здесь в принципе еще довольно много чего есть но к гидре лучше идти когда у нас будет колечко с хождением по воде гораздо удобнее будет в принципе да я я хотел именно убить хавла для того чтобы можно было деть эту броню спокойно и не париться по поводу медленного передвижения и прочих недостатков тяжелой брони то есть так гораздо гораздо приятнее стало играть теперь самое время я думаю возвращаться идти идти получается в нижний город в этот дурацкий нижний город который я не очень хочу идти потому что там довольно сильно нагибают но дальше будет хуже может быть повезет во всяком случае вот с демоном карпа я больше всего воевал дольше всего это так сагрил лишних ребят зря очень зря ну давай делай удар нет хочешь молодец кстати на этих копеечках можно потренироваться парирование я вот все никак с парированием не разберусь не избежать рыцарь избежали всех рыцарей посмотрим давайте мы здесь просто пробежим не нужно убивать этих уже не один раз убивали тихо 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 смерть тебе спасибо спасибо все все повезло что я спрыгнул нормально так ладно куда куда теперь идти куда бежать здрасьте теперь теперь как мы можем я уже тут подзабыл немножечко где тут есть костер где тут вообще что помню только что здесь злые собаки и вообще противных гадов вот собаки уже собаки ненавижу вас а кстати да ну давайте наверно пока здесь я костер не нашел то спущусь кая не поднимусь каян назад и сделаю себе точку воскрешения вот тут вот сверху а в следующей серии мы уже пойдем исследовать этот нижний город и нас ждет ждет огромное количество неприятностей так побежали сразу касту сохранимся и на этом я думаю можно серию закончить все давай 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 все ребят всем спасибо за просмотр всем пока не увидимся в следующей серии